Королевство Марокко находится на севере Африканского континента. Население страны 36 миллионов человек. Столица Рабат. Минимальная зарплата около 280 евро в месяц. Билет на самолет туда-обратно из Валенсии до марокканского города Фесс стоит от 25 евро. Летают туда самолеты авиакомпании Ryanair. Но за такие деньги улететь в Фесс нам не удалось. На свой первый самолет мы опоздали. При этом в аэропорт мы приехали за 2 часа до вылета. Но мы засиделись с моим мужем и с моим ребенком, заговорились, захохотались и приходим к выходу, а уже он закрыт. И ночью мы вернулись домой. Я не спала всю ночь, но утром мы потеряли билеты, мы потеряли отель, мы потеряли экскурсию с верблюдами в пустыне. У моего мужа завтра день рождения, поэтому мы решили снова полететь. Мы приехали в Аликанте и летим уже отсюда. Мы не можем поверить, но мы идем в самолет. Время полета из Валенсии до Фесса час 25 минут. Из Аликанте один час. В это трудно поверить, но мы добрались до Фесса. Здесь тепло, теплее, чем у нас, очень красивый аэропорт. Мы на самом деле были уже несколько раз в Марокко. Я обожаю марокканскую еду, но вот в Фесс приехали первый раз. Фесс – это второй по величине город Марокко после Касабланки и старейший город королевства. Гражданам России для въезда в Марокко виза не нужна. А если у вас украинский или белорусский паспорт, внимание, вам следует заранее оформить визу. Достаточно дотошно на паспортном контроле в Марокко спрашивают профессию, чем вы занимаетесь, где вы будете жить. Но очень все любезны, наверное, потому что мы с маленьким ребенком. Деньги здесь дирхамы. Примерно где-то 11 дирхамов к одному евро. И вот смотрите, если вы летите в Марокко, то те обменники, которые в Испании, там курсы всем невыгодны. 7 дирханов за 1 евро. А здесь, в аэропорту Марокко, уже курс 10 к одному. В принципе, как он должен быть примерно. В общем, там должно было быть написано другое. С ошибкой написали. И так сойдет! Первое впечатление от Марокко, что здесь футбол любят больше, чем... Ой, запел. Здесь футбол любят больше, чем в Испании, потому что в каждом баре сейчас идет матч, и все прямо сидят и смотрят. Такого я не видела даже в Испании. А мы сейчас идем в старый город, туда на машине не проехать. Сейчас я вам покажу. Это запахи, жаль, что вы не передаются. Они вам, а может быть, и к лучшему. Ой, мамочки. Останавливаться в Марокко, если вы поедете, то нужно обязательно в Риатах. Риат – это так называемый гостевой дом. Причем с улицы, потом я покажу вам улица, они обычные, такие же узкие, грязные, там все то же самое. Но вы попадаете вовнутрь, и там примерно это выглядит вот так. Обязательно вот такие высоченные потолки, и вот там находятся комнаты. И наш первый день в Марокко, мы опять в дороге, по пути в Западную Сахару. Это 460 километров от Феса. Но дороги тут узкие, автомагистрали нет, много населенных пунктов. Зато можно вдоль налюбоваться пейзажами, черепахами. Обезьянами и даже покормить их. Не буду с тобой на небо прыгать. Желаю. Мне будет, чтобы ты воспитанная. Молодец. Ну и городками, в которых живут местные, куда не ступала нога туристов. Ну что, я опять в никаком состоянии, потому что мы проделали сейчас путь 10 часов на автомобиле с маленьким ребенком, чтобы приехать в пустыню. Вот сзади меня пустыня, где мы будем сегодня ночевать. До самой пустыни добраться можно только на джипе, поэтому мы снова едем, но уже в более стесненных условиях. Смотрите, что случилось у соседней машины, порвалось колесо. А сейчас будут они чинить. Итак, мы наконец-то добрались до пустыни, и вот где мы будем жить. Сейчас вечером особо ничего не видно, но здесь терраса, а там наше жилище. Смотрите, какая красота. Так, две кровати. Здесь всем выдают такие костюмы, в которые нужно нарядиться и явиться на ужин. Здесь зона, где принимают костей. Так. И так. И так. Даже есть мыло и всякое такое. Так, душ, туалет. А тут душ. Вуаля. Тардела, душ. Салам элеком. Люка, не трогай какашки. Времени 5 утра. Мы проснулись, чтобы сейчас встретить рассвет на верблюдах. Лукито со мной. Я. И смотрите, какие ребята. Ну что, мы наконец-то залезли на верблюдов. И сейчас у нас будет час вот такого удовольствия. Понимаете, да? Оп, оп. Потрясывает. И восход солнца мы уже пропустили, солнце уже там стало. Ну ничего страшного. Ну и пока у меня есть немного времени рассказать вообще про эти туры в пустыню. Потому что я одна на верблюде. И время свободное есть. Смотрите, если вы собираетесь в Марокко и хотите поехать в пустыню, то очень тщательно обговаривайте все детали. Как долго будет длиться ваша поездка на верблюде. Это будет закат, это будет рассвет. Кто вас откуда-куда забирает, чтобы вам обязательно прислали фотографии отеля, где вы будете жить. Потому что тот, который мы забронировали, оказался не так себе. И по случайности рядом был лагерь, хорошие комнаты с душем, с туалетом, с кондиционером. Поэтому нам удалось поменять. Ну и конечно, дорога. Спросите обязательно, на каком автомобиле вы будете добираться. Это будет автобус, это будет группа. Конечно, если это индивидуальный тур, то это все гораздо легче переносится. Знаете, удивительная какая вещь, когда ты спускаешься в дюну, заметно прохладнее. Хотя разница вообще метра два, наверное, да? Но прямо внизу прохладно, а наверх поднимаешься и сразу тепло. Хоть-хоть. И начинается коммерческая часть экскурсии. Как в Египте, помните, спускают за... Поднимаешься бесплатно, спускаешься с верблюда за деньги, то тут вот он, беря-беря, так зовут бедуинов на испанском, видите, достал свои штучки и сейчас будет продавать. Ну что, начинается самая веселая часть нашего путешествия. Мы возвращаемся домой, нас ждет опять 10 часов на машине и надеюсь, что завтра с утра до самолета мы успеем посмотреть город Хес. Кстати, мы сейчас остановились, потому что нас оштрафовали полицейские. Очень много на дороге полицейских с радарами, как в старых наших каких-то фильмах. Ну я так, наверное, не знаю, застала, вот так я фотографирую, вот так стоят все. Пришел наш водитель со штрафом, но на самом деле штраф за превышение скорости всего 150 дирханов. Это 15 евро. Ну как бы, вроде не такой большой, но для марокканцев может быть и сумма значительная. Стоит сказать, что наша дорога обратно оказалась быстрее. Всего 8 часов с остановкой на обед и на замену колеса. И нам удалось посмотреть старый город, так называемую Медину Феса. Мы пришли в главную достопримечательность Феса. При входе всем дают мяту, потому что пахнет здесь действительно так себе. Здесь красят кожу. Это самая старинная красильник кожи в Марокко. Им тысяча лет. В этих бетонных ваннах размягчают и красят кожу. Здесь же ее сушат, а после из нее шьют обувь, сумки, ремни и все что угодно. Тут плавают шкуры, которые вот... Честно говоря, от запаха даже говорить не получается. В домах, которые находятся рядом, располагаются мастерские и магазины кожаных изделий. И вот, кстати, парень, который нас сюда привел, говорит, что все эти запахи, они натуральные, они очень полезные. Ну, это очень отвратительно пахнет. Но он говорит, что особенно этим нужно дышать людям, у которых астма. Чувствуешь? Чувствуешь? Что? Напалм, сынок. Обожаю запах напалма поутру. В белую краску вот этой добавляют помет голубины. И он делает крепким кожу, и из этой кожи делают барабаны. Кожа, которая здесь используется, это овечья кожа, кожа ослов, верблюдов. Самой ценной здесь считается кожа этого, верблюда. Вот она, например. Есть такая пресса теней? 50 евро. Пресса не стоит? 50 евро. 50 евро. Такой рюкзак. Здесь, в старом городе Медины, 9 тысяч улиц. Поэтому, если вы здесь будете ходить одни, вы реально просто заблудитесь. И все это кажется очень страшным. Но говорят, что для туристов абсолютно все безопасно. Что ж, туристов здесь никто не трогает. Мне кажется, только деньги дерут за каждую помощь и запросят копеечку. Вечернее платье. Видите, когда, если на свадьбу, то вот так нарезается. А сейчас мы идем в самый старый университет мира. Он находится как раз здесь, в Фессе. Это действующий университет. Нам туда заходить нельзя. Все уже заканчивают работать, уходят. Смотрите, кастрюлька 100 евро. Но это бронза. Это бронза. Да, да. Спасибо. 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 Ну что, записываем последнее видео с марокканской земли в этот раз. Мы возвращаемся домой в Испанию. Боимся пропустить наш самолет. Поэтому приехали в аэропорт заранее, заранее, заранее. И если вы смотрите это видео, значит, вы все-таки вернулись домой, и я его смонтировала. Подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. И поставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. Субтитры сделал DimaTorzok